всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я буду много болтать ну и основная тема моего сегодня болтологического видео будет о том как уберечься в новогодние праздники и вообще в новый год от переедания можно так это назвать я буду посматривать свой в instagram потому что вы меня задавали много вопросов на эту тему и в личные сообщения и под этим под этой фотографии и постепенно я буду на них понемножечку отвечать кто не подписан на мой инстаграмм обязательно подписывайтесь ссылка на мой инстаграмм внизу в инфобоксе и так во первых я пропала те кто не подписаны на instagram те не знают что я пять дней провела в больнице вместе со своим младшим сыночком у нас был ротовирус уехали мы туда по скорой и вот в этот вторник мы выписались но если честно я немножко еще пока я прихожу в себя потому что это конечно было для меня как ну кошмарный сон и скажем так и у меня тут основной вопрос который был мне еще до этого мне очень часто сдавали и просили показать что я буду готовить на новый год значит связи с тем что у моего ребенка был ротовирус он находится у меня сейчас на диете с плавным вводом всех продуктов да то есть сейчас у нас под строгим запретом молочные продукты все то есть и даже сливочное масло ну я думаю вы понимаете и также у нас под запретом свежие фрукты и овощи поэтому но и много что естественно после подобного заболевания моему младшему сыну нельзя поэтому наш новогодний столом будет но скажем так урезан до минимума вообще да то есть я приготовлю что-то для ребенка младшего до что-то такое там куриную грудку вот ему можно может как-нибудь ее там оформлю красиво вот и будет всего лишь один салат это салат оливье несчет овощного я не знаю еще пока может быть как-то я его так чтобы ребенок не захотел но я вообще из тех людей на самом деле кто не но я не могу вот например сидите есть колбасу когда в ребенка там вот строжайших это диета и тому подобное даже производить какие-то съемки и в больнице обсуждать что-то вот такое связано с детьми с болезнями я как-то вот это слишком тяжело для меня поэтому я и не буду этого делать и соответственно больницы я тоже не снимала и не представляю как это вообще возможно сделать потому что но у меня все мысли не о том были вот поэтому ну и плюсом еще какие-нибудь закуски я куплю то что не ест у меня младший сын салат оливье у меня не ест вообще категорически то есть как вы видите бывают такие люди которые не едят салат оливье вот и ну что то там вот для мужа для у нас такой да там икру и всякое такое там может какие-нибудь не знаю рыбку что-то такое да что что не захочет мой младший сын сто процентов поэтому такой небольшой стол будет и мне в этом плане будет намного легче в том что у меня не будет много соблазнов значит что касается также меня спрашивали по поводу того похудела ли я пока находилась больницы да сейчас я вешу 55 килограмм так что мне праздники вообще не страшны я не стремилась к этому просто ну на нервной почве скажем так в основном да я похудела и ничего не ела и сейчас особо есть не хочется не за мне кажется внешне незаметно что я похудела напишите видно это или нет всего лишь два килограмма но чуть больше двух килограмм и но мне кажется что незаметно хотя домашние говорят что заметно что я похудела же меня здесь я буду называть никогда цветкова цветкова наверное до 38 37 я дико извиняюсь если неправильно произношу она меня спрашивает что может быть у меня есть какие-то мысли о детях о ценностях появились после того что вот попали в больницу и было у меня ребенок попал больницу со средней степени тяжести и в общем обо всем об этом интересно да но я могу сказать что он просто все это время я провела в кошмарном сне это вот для меня реально кошмарный сон жуткий и очень сложно я сейчас даже прихожу в себя я плохо сплю сейчас и плохо ему в общем все плохо но я стараюсь как-то взять себя в руки потому что впереди новый год также это же девушка задает мне вопрос о том что ну а прошедшем годе в будущем годе там все свои планы об этом будет отдельное видео у меня вот и сам основной вопрос на который я хочу ответить да и там свете какие джухина да я дико извиняюсь неправильно простите пожалуйста ей было бы интересно послушать про новогодние праздники сам новый год как ты вела себя когда худела ела все выпивала ли держала рот на замке в общем у этой девушки сразу в награду идет плюс килограмм и также она пишет что все надоело понимаю что нужно ради для здоровья ради себя идти вперед раньше худела но сейчас в общем все надоело не получается держаться на самом деле это очень часто у меня очень часто мне пишут о том что пропадает мотивации и последнее время я смотрю перед новогодними праздник мы очень многих начала пропадать мотивация что я могу здесь сказать вот смотрите если вы допустим нашли кого-то до в интернете или где-то да кто вас смотивировал там блогер какой-то я или кто-то еще другой сейчас куча много где найти можно различных историй по поводу похудения я могу сказать так не останавливайтесь на этом да то есть один раз смотивировались и все нет окружайте себя постоянной мотивации то есть каким-то худеньким людьми кто похудел или наоборот или даже наоборот полными людьми на которых вы будете смотреть и понимать что я не хочу быть такой на то есть на постоянной основе мотивация должна присутствовать а не то что там один раз смотивировались и все нет конечно же это все пропадет поэтому постоянно старайтесь себя как-то подпитывать этой мотивации да потому что в принципе и смотивировать вы можете только вы себя сами потому что даже смотря на мои видео можно сказать да и повезло да или и сказать вот она смогла и я тоже смогу это две совершенно разные вещи поэтому я рекомендую уже как ну как-то поддерживать себя да как-то себе ну не знаю оставить какие-то цели мотивации маленькие потом переходить к большим и так далее то есть это вы сами себя только можете мотивировать и сами держать себя на этом уровне я могу посоветовать то есть окружить себя такими людьми смотрите на ю тубе девочек которые например снимают обзоры одежды да где они показывают себя весь рост как полненьких так и худых просто ну даже если вам не нравится этот блогер просто смотрите на ее тело да и тем самым все мотивируйте в инстаграме подпишитесь на каких-нибудь красивых девочек до которой тело которых вам нравится или наоборот не нравится да и мотивируйте себя только не не надо так знаете смотреть на них новую грудь она сделала попа она сделает она сделала вот у меня денег нет и я не смогу ничего сделать то есть не из этой серии а из той серии что вот но она же как-то может держаться худой на что я могу вот такой совет единственный я могу дать и постоянно себе это вот такую подпитку до постоянную давайте и не останавливайтесь с этим вот ну и давайте я уже перейду к основной теме да это по поводу самих застолье ну я вообще говорила уже об этом о том что нужно есть небольшими порциями и так далее все это хорошо конечно же хорошо и замечательно и кстати я хочу заметить сразу что я не буду здесь говорить ни о каком листике салатина и курогрудки потому что ну для меня это как бы честно ну наверно смешно даже до в новогоднюю ночь встретить с листиком салата и с куриной грудкой но как бы но если вы так встречаете то конечно я очень уважительно к вам отношусь но это не мой вариант могу сказать сразу опять же там делать какие-то нежирные салаты да если у вас есть такая возможность если ваши родные и близкие это тоже поддерживаю да потому что в основном нас мужчины ждут всяких вкусностей что нужно как-то удивить чем-то и так далее и но как-то в новогоднюю ночь все ждут майонезных салатов и всего остального первое вообще на что я бы хотела обратить ваше внимание это на само приготовление пищи то есть то насколько как вы это делаете да как часто вы снимаете пробу с того или нового блюда также есть такой момент я о нем тоже говорила видео о своем похудении это ну вот вы размешиваете салата можно попробовать чуть-чуть совсем да а можно пару столовых ложек съесть это вот что касается непосредственно смотрит с первого кто-то начинает вообще еще раньше готовит 30 числа да то есть обращайте внимание не ешьте много пока готовите осталось там 4 четвертинка яичко и пусть она осталась ничего с ней не станет остался там кусочек сыра мы обычно это съедаем не нужно этого делать да вот проконтролируйте себя в этот момент и также по поводу приготовления пищи я в принципе но как бы не против каких-то майонезных салатов и тому подобное это все-таки новый год такой праздник раз в году и у нас вообще у людей принято встречать какие-то праздники праздновать вкусной едой но я бы хотела обратить ваше внимание на то чтобы на то что новый год да я согласна нужно встречать с богатым столом но я бы сделала акцент акцентировала бы внимание на богатые не по количеству а по составу на то есть все-таки позволить себе что-то большее да но не в огромных количествах то есть если вы готовите салат да то это чтобы не то салатов было а вот ну салатник хотя бы до 1 при сделайте может быть просто там какое-то разнообразие или лучше вместо каких-то продуктов купить что-то такое вот дорогое вкусное но немного да ну вот как то так хотя бы да и не готовьте много почему не надо готовить много во первых потому что наступит 1 января но об этом я поговорю чуть чуть попозже а сейчас непосредственно о самом столе да то есть вот вы сдерживали себя пока готовили если вы будете жевать огурчик и там зеленушечку какой-то в этом нет ничего плохого в этом даже я считаю есть плюс но все остальное да то есть не нужно пока вы готовите да раз уж новый год надо с утра прям начинать да то есть не нужно прямо сюда забивать себя различные едой там облизывать майонезные ложки и тому подобное это я думаю понятно и непосредственно само застолье я еще раз повторюсь во первых ешьте медленно ешьте медленно и вкусно наслаждайтесь это праздник то нужно сидеть в таку думать а я сейчас поем завтра там плюс два три килограмма во первых я не знаю такого чтобы вот прям за одну ночь кто-то пять килограмм прибавил мне кажется это просто нереально да может быть прибавка более чем килограмм может быть даже два но это даже больше как мне кажется за счет того что алкоголь даже если вы не пьете алкоголь вы будете пить какие-то напитки тоже может быть сок лимонад и 3 этаж есть просто воду но вы это делаете ночью да и потом ложитесь спать поэтому какой-то застой жидкости да он будет и этот вес он будет в том числе возможно из-за жидкости плюс если вы будете что-то соленое есть уже там селедку под шубой там же селедка соленая и так далее это конечно тоже может сказаться на вес но этой как бы не совсем жир да то есть это вода поэтому но прибавка небольшая но конечно она будет но я не вижу в этом ничего страшного то есть мы берем по чуть-чуть и живем медленно не надо наваливать целый горы себе в тарелку положите ложку того ложку сего там кусочек одного второго сделайте овощную нарезку себе или овощной салат какой-то и ешьте в основном налегайте на овощи запеките какие-то овощи сделать какой-то рецепт с овощами да и кушайте это плюс все то что вы хотите по чуть-чуть добавьте себе к этим овощам и все ну как бы наслаждайтесь наслаждайтесь едой наслаждайтесь атмосферой разговаривайте за столом не просто жуйте да это вы пейте а наслаждайтесь празднуйте новый год да и не только в плане употреблением большого количества еды в плане общения не знаю самой атмосферы и так далее не нужно вот париться сидеть злиться и так далее да и самое главное то что из-за чего я считаю все-таки идет набор веса это вот как раз таки приготовление пищи да когда мы пока готовим мы набираем мы много что съедаем и плюс еще садимся ночью за стол и первое число это когда у нас остается очень много всяких салатов всего того что мы наготовили мало того что это может портиться плюс вы вложили туда свой труд и все это не естся и мы понимаем что вот выбрасывать жалко мне тоже жалко выбрасывать еду и начинается все это поглощать в больших количествах тем более из серии ну я все равно за 31 число за новогоднюю ночь набрала там килограмм полтора допустим или там 500 грамм у каждого по-разному ну была не была уж ладно начну есть так вот этого как раз таки делать не надо именно поэтому я и говорю не готовьте тазами до приготовьте всего по чуть-чуть все это съесться и будет замечательно если вы не хотите просто готовить ничего первого числа ну как-то продумайте может быть 31 какое-то меню на первое число и 31 его же приготовьте да даже не знаю запеченное какое-нибудь мясо там или даже поженина да или еще что то такое ну у каждого меню свое у каждого меню разное поэтому как-то так продумать чтобы чтобы первого числа уже не подходить к холодильнику 50 раз и и не доедать этот таз оливье и всего остального то есть именно поэтому по чуть-чуть в том числе это касается выпечки так как 10 дней в основном 10 дней никто не работает и все сидят дома то очень многие хозяйки конечно же делать выпечку я буду делать ее в том числе и обязательно сниму рецепт вам покажу что я буду делать не пеките тазами да то есть даже если у вас так получилось что вы замесили много теста тесто можно заморозить использовать его потом на какой-то простой пирог но не пеките в это сами вы же сами понимаете да напекли все по булочке взяли и все и вы потом доедайте если у вас происходит в семье такая история то пеките по чуть-чуть противень пирожков сделали хватит на следующий день все съели там через день через два сделали другой протвишок и все не надо вот в огромных количествах то есть делать такие прям запасы еды которые вы будете все равно нет нет да захотите их съесть потому что вам просто будет жалко эту еду и вы будете впихивать в себя и и соответственно от этого у вас будет набираться вес поэтому здесь вот просто как я говорю да нет еды нет соблазна поэтому здесь вот такая вот история всего по чуть-чуть все магазинам будут открыты и все праздники работают да может быть будет много народу навсегда можно будет сходить купить что-то свежее и это будет даже намного лучше чем едать какие-то огромное количество еды и так далее поэтому всего просто в меру держитесь золотой середины наслаждайтесь новым годом не нужно ни о чем думать или тому подобное вопрос уже будет о том как вести себя 1 числа 2 3 вода и так далее все остальные праздники то есть отпраздновали на следующий день мы продолжаем в том же духе да то есть если вы придерживались какого-то питания какой-то диеты на следующий день продолжайте в том же духе и у вас не будет такого огромного скачка и не будет вот этого знаете которая там с 30 или 31 числа у вас начался такой я скажу прямо жорда который будет вот идти 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 вверх к десятому числу естественно уже будет там огромные плюсы на весах это вам не нужно поэтому старайтесь держаться старайтесь как-то контролировать этот момент и не готовьте огромными количествами всего понемножку сделайте может быть если вы любите там как-то хорошо накрывать на стол и сделать может быть просто какое-то разнообразие там больше каких-то закусок выше каких-то нарезок больше каких-то запеченных овощей грибочков там да и так далее нежели вот просто там таз оливье таз там селедки под шубой и так далее да всего понемножечку и вам и самой как хозяйке будет приятнее если вы потом убираясь со стола до после новогодней ночи будете понимать что все съедено это на самом деле всегда для хозяюшки очень приятно чем нежели да вот это вот горы потом пытаться запихнуть в холодильник или еще куда-нибудь и также на январские праздники я вам советую проводить их активно то есть сделать их максимально активными для себя не сидите дома да и ходите гуляйте с детками нет деток с мужем нет мужа не знаю просто одни с подружкой куда-нибудь сходите на какую-нибудь выставку не знаю там на каток на лыжах куда-то придумайте какую-то активность себе на январские праздники тем самым вы сожгете все то что наели и по итогу 10 числа все будет у вас уже хорошо вечером также можно например после новогоднего стола сходить прогуляться но не у всех это возможно да у кого-то может в 31 числа быть дождь у кого-то минус 30 минус 50 я конечно это все прекрасно понимаю но если вы шумная веселая компания обязательно идите тогда танцевать и вы тем самым сожгете все то что на еле ну хотя бы чуть-чуть того что на еле уже будет не так болезненно все это вообще я желаю поменьше поменьше об этом думать и поменьше об этом но как-то переживать за это да ведь мы получается как вот я начинаю думать я там толстая да я хочу похудеть еще что-то я вгоняю себя в депрессию которую заедаю вот и срыв это называется да поэтому будем более позитивным более активные не знаю за любой кипиш почистить снег во дворе вы в первых рядах там еще что-то сделать куда-то сбегать куда-то побежать где-то что-то пойти посмотреть есть же какие-то мероприятия на которые не требуют затрат финансовых да или просто погулять съездить не не знаю за город в лес куда нибудь там походить устать выпить горячего чая после этого это классно да это классно вы проведете новогодние праздники я вам очень этого сильно желаю и поменьше думать о том что вот кроме куриной грудки и я больше ничего не могу есть и кроме салата да просто наслаждайтесь той пищей которую у вас есть кушайте медленно не нужно сразу них я не знаю все себя вываливать весь этот таз оливье или чего-либо другого медленно наслаждайтесь чувствуйте вкус понимаете что вам классно да у вас вкусная еда вас не знаю горит елочка по телевизору идет что-то интересное да звон бокалов шампанское тоже всегда такой волшебный праздник пусть и для нас для взрослых я считаю что все равно это волшебный праздник а если вы будете сидеть и думать ну вот я сейчас поем завтра встану на весы будет там прибавка и так далее все это ну я считаю что это ни к чему праздник на то и есть праздник чтобы его праздновать поэтому девочки будьте позитивным больше улыбайтесь нарядитесь красиво сделайте себе красивый макияж прическу даже если вы встречаете одна этот праздник все равно не знаю купите себе что-нибудь вкусненькое такое такой вот прямо какой деликатес вкусный и насладитесь этим деликатесом давить мы когда покупаю какой-то дорогой товар мы обычно его смакуем да нам очень вкусно и мы чувствуем я не знаю все вот прям вкусовые рецепторы у нас работают просто на ура употребляйте так даже простую пищу то есть даже ту же картошку кушайте просто с величайшим удовольствием понимаете насколько она вкусная да какая она не знаю там горячая зеленью там еще что-то такое то есть ну не парьтесь улыбайтесь и не я желаю вам провести эти праздники в кругу своих любимых родных и близких и давайте будем активными и будем радоваться зиме новому году и всему тому что нас окружает я поздравляю вас с наступающим новым годом желаю вам любви и счастья мы еще обязательно с вами встретимся в этом году и я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным интересным я кого-то вдохновила кого-то смотивировала и я очень сильно на это надеюсь мне очень приятно когда вы мне об этом пишите я всех очень сильно люблю целую и до новых встреч